Всем привет, друзья! Вы на канале Столица Мира. Меня зовут Анатолий Власов, я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. И в этом видео я надеюсь поставить точку в теме протестов в США, их последствий и раз и навсегда разоблачить всю ту ложь, на которую ведутся некоторые мои комментаторы, эксплуатируют некоторые блогеры и федеральные каналы некоторых стран. О том, что в США угнетают белых, все черные теперь тут заставляют белых платить им деньги, ставить на колени, заставляют мыть там или целовать ноги. И вот всю остальную чушь, которую заполонили интернет и ютуб за последние недели. В общем, друзья, подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, нажмите жирный жирный лайк, чтобы больше людей увидело этот ролик, а мы начинаем. Поехали! Может быть, для кого-то это и смешно, но в Америке опять полицейские застреления чернокожего. Да-да-да, я знаю. С одной стороны, конечно, это плохо, это ужасно, убивать людей нельзя. Но с другой стороны, это как бы тоже доказывает мою точку зрения на протесты, что в принципе в большей части страны все эти массовые выступления мародерства как прошли, так и прошли. А чернокожих продолжают убивать. Конечно, в этот раз случай был уже не такой, как с Джорджем Флойдом, теперь там чувак реально был очень сильно пьян в момент задержания. И он мало того, что оказал сопротивление, так еще и вытащил электрический этот тазер, это как бы пистолет, которым током бьет. Он вытащил его у полицейского и выстрелил в него, но промахнулся. Зато вот полицейские не промахнулись. Да, это тоже вызвало протесты, но небольшие, никак с Джорджем Флойдом было. Поэтому не будем на этом сильно останавливаться, просто вот знайте, что опять в общем в Америке черного убили. Вот от чего меня реально начинает бомбить, так это то, что каждый примерно, не знаю, пятый комментарий, он содержит примерно вот это содержание. А ты лично целовал ботинки афроамериканцу? Ноги неграм уже помыл? Готовь 10 долларов каждому негру мимо проходящему. Друзья, вот вы меня, конечно, подкололи, так подкололи. Особенно, что так оригинально никто так не делал. Я вот все, знаете, не мог понять, а почему вот все твердят одни и те же фразы? Промытье ног, поцелуй ботинок и преклонение, и вот такую вот общую убежденность, что белому человеку в США теперь спокойно даже по улице не пройтись. Того и гляди, на каждом углу надо преклоняться перед черными. А потом мне несколько родственников и подписчиков прислали ссылки на выпуски российских новостей с телевидения, а потом еще и ссылки на видео нескольких местных блогеров. Ну и я сразу все понял. Да, я, конечно, не думал, что в 2020 году надо людям объяснять, что картинка на телевидении или пара видосиков в интернете не всегда отражает реальное положение дел и не всегда говорит о массовости того или иного явления. Ну что ж, давайте разберемся, почему же это все вранье. А начнем мы вот с этого знаменитого видео, где его уже только не показывали, даже в «Вестях недели» с Дмитрием Киселевым. Цитата. «Некоторых белых американцев за угрызение совести поставили на колени». «Некоторых белых американцев угрызение совести поставили на колени». Это видео снято в Хьюстоне, штат Техас, в районе The Third World, который является центром афроамериканского комьюнити там, в Хьюстоне. Все российские СМИ, все русскоязычные блогеры почему-то показывают только вот этот ролик, который даже подписан в «Парт 1». Видно, что он более популярный. Кстати, обратите внимание на дизлайки. Но почему-то никто не показал «Парт 2», а я нашел даже еще более полный ролик, который снят просто к любителям, присутствующим на этом мероприятии, но с другого немного ракурса. Он вообще идет больше двух минут, и там видно гораздо больше, чем в этих вот двух роликах. По сути своей, это, видимо, какая-то молитва групповая, потому что по этому видео сначала все белые стоят, и один мужчина впереди обращается к Богу, действительно просит прощения, призывает идти рука об руку, все вокруг рыдают и так далее. Но затем все черные тоже садятся на колени, и они начинают молиться вместе, все рыдают, и черные, и белые, в общем, мир, дружба, жвачка. На этом вот третьем видео можно получше рассмотреть, где они все находятся. Видно, что это какой-то парк, сами все эти люди находятся на баскетбольной площадке, крытой, а на улице идет дождь. Камера немного поворачивается из стороны в сторону, и что же мы видим? Точнее, чего мы не видим? Лично я вот здесь не вижу людей с пушками и автоматами, которые, кстати, заставили белых американцев стоять на коленях. Почему это важно? Да потому что в многообразном американском обществе какие-то группы людей могут делать то, что они считают нужным по своей воле. Их никто не вправе заставлять что-то делать. Если какие-то белые, желтые, черные, красные, да любые люди решили что-то сделать по своей воле, например, там, преклонить колено перед какой-то группой чернокожих людей, вместе помолиться, попросить прощения, то, ну, это их право. Но это абсолютно не означает, что их поведение отражает поведение и мнение всех белых американцев, которые живут здесь. И уж тем более не означает, что это массовое явление. Для интереса, друзья, просто почитайте комментарии под этими же видео на ютубе. Увидите там много интересного от несогласных белых американцев. И поверьте, их здесь реально большинство. Про свою позицию касательно абсурдности во всех этих извинений перед черными за рабство я уже высказывал в предыдущем ролике. И самое главное, я имею абсолютное право иметь такое мнение. И никто у меня ничего не может сделать. Это свобода слова. Не забывайте об этом. Или вот это вот вообще смешное видео. Начнем с того, что оно вообще вышло в начале 2020 года или даже раньше. То есть отношение к протестам и смерти Джорджа Флойда, оно вообще никакого не имеет. Кстати, обратите внимание на количество дизлайков под этим видео. Во-вторых, видите вот этот вот логотип справа внизу? Там написано «Israelite School of Universal Practical Knowledge». Израильская школа универсального практического знания. Стоит погуглить, что это за организация такая. И приходим к выводу, что официально это некоммерческая организация из штата Пенсильвания. А неофициально это по сути секта или культ, пропагандирующий черное превосходство. По сути это обратный расизм по отношению к белым. Существуют они давно, аж с 19 века. А сейчас приготовьтесь. Также они исповедуют черный иудаизм. Считают себя потомками одного из 12 израилевых колен. Один из проповедников этой религии, F.S. Cherry, в конце 19 века вообще объявил себя пророком. Вещал, что белые люди это воплощение дьявола. Их ненавидит сам Бог. А еще, что земля квадратная, а Иисус вернется в 2000 году, чтобы создать власть черных над белыми через расовую войну, которую черные, естественно, выиграют. Нет слов. А, ну и еще они отрицают Холокост. Есть видеоролик, где они восхваляют Гитлера. Все ссылки очень интересные, я оставлю для вас в описании обязательно. В общем, вы поняли, это секта и культ. Вас может удивить, но как же так? Они же стоят на улице и заставляют людей целовать себе ноги. Есть, помимо этой видеозаписи, еще и многие другие. Все ссылки также будут внизу. Но, друзья, такова вот суть Америки и ее свободы слова. В этом и есть парадокс. В одной стране, зачастую даже в одном городе, могут сосуществовать вот такие вот черные иудеи и куклукс-клан, который будет заявлять ровно противоположное. При этом обе эти организации будут прикрываться Иисусом и религией. Свобода слова. Да, на видео какие-то люди действительно целуют чернокожим ноги. Но с чего вы взяли, что это происходит здесь массово? Если бы это было так, то было бы, наверное, миллион видео, миллион фотографий. Знаете, вот из-за границы это может все выглядеть дико, но в США много проявлений всяких фриков. Например, в Нью-Йорке проводится парад русалок, где все от детей до старых дедов одеваются в русалок. Но это же не значит, что в Америке все подряд одеваются в русалок. Почему вы тогда так не говорите, если следовать вашей логике? Ну или еще вам пример фриковатости в Америке? Наберите в гугл-картинках Folsom Street East. Это тоже название фестиваля в Нью-Йорке. Я даже не буду в видео вставлять оттуда картинки. Боюсь, сразу мне YouTube влепит 18+. Посмотрите, если не страшно за психику. Ух, я прям представляю вашу реакцию. Короче, к чему это все? Америка — страна контрастов, где порой уживаются противоположности из прямо таких вот параллельных вселенных. Но неправильно брать одних фриков и говорить, что тут везде и все абсолютно вот такие фрики. Окей? Идем дальше. Видео, где парень подходит на улице к девушке, говорит, что он представитель организации Black Lives Matter и произносит абсолютно абсурдную фразу. Потому что я работаю на эту организацию, наш генеральный директор сказал мне подойти к вам и заставить вас преклонить колено. Потому что у вас есть белая привилегия. «Белый человек на коленях показывает солидарность ко всей сегодняшней ситуации». Конец цитаты. Но это же, друзья, это же абсурд. Сама фраза, она абсурдна. В этом видео даже видно слева сверху имя Нейтан и два доллара. Это, по сути, донат. Кто-то задонатил. А все потому, что это стрим пранкера под именем Smooth Sanchez. Вот его YouTube. Вот его Instagram. В Америке довольно популярен вот такой формат стримов, когда вы просто выходите камерой на улице, включаете стрим на YouTube, творите всякую фигню, собираете донаты и зрители вам говорят, что нужно сделать. У него полно подобных стримов на канале. Можете посмотреть. Но нет, естественно, надо подать вот всю эту ситуацию, как то, что черные заставляют рандомных людей на улицах Америки садиться на колени и обязательно просить прощения. Хотя этот чувак, блин, он даже не черный. Друзья, проверяйте факты и не дайте себя обмануть. Не становитесь жертвой манипуляторов. Ну и меня еще просили прокомментировать новость, что, мол, в США запретили фильм «Унесенный ветром». Ну, во-первых, не запретили. Вот, пожалуйста, он прямо сейчас доступен в iTunes. Можно его купить, взять в аренду. Во-вторых, его просто временно убрали из сервиса HBO Max. Это сделали сами правообладатели. Это их права. Они по закону имеют право распоряжаться своей интеллектуальной собственностью так, как им вздумается. Ну и убрали они его временно, чтобы добавить надпись вначале о том, что фильм снимался в другое культурное время. И не нужно воспринимать романтизацию рабства в этом фильме вот прям так буквально. Ну, добавят надписи, добавят. Мне-то что? Вон в сервисе Disney Plus такие надписи уже полгода есть у многих старых мультфильмов. Только почему-то тогда никто от этого не бомбил. Вообще, друзья, вот это удивительное время научило и показало мне одну очень интересную особенность. Какие вот бы громкие массовые события не происходили в мире, большая часть мест, где живут люди, она никак не меняется. А если какая-то часть этих событий доходит до них, как, например, вот до этого моего района дошли протесты один раз, то уже буквально через пару часов их как будто и не было. Все настолько скоротечно, настолько быстро забывается, и жизнь идет, как шла до этого. Да, если смотреть постоянно новости, смотреть каких-то блогеров, которые нагнетают краски, вестись на вот все эти фейки, то может показаться, что в Америке творится полный беспредел. Белого человека унижают. На улице нельзя шагу ступить без страха нарваться на чернокожего, который заставит вас извиняться. Но, друзья, это абсолютно и бесповоротно не так. Люди все так же ездят на работу, приезжают в свои домики, ходят в магазины, гуляют в парках. Жизнь продолжается и идет своим привычным чередом, какие бы кажущиеся масштабными события ни происходили. Тут большая часть людей живет как жила и будет жить дальше, потому что все это в большей степени их не касается. Надеюсь, этим мы можем окончательно закрыть тему протестов, унижения белых и скорого краха США. Фильтруйте новости, друзья, проверяйте факты. Это делается сейчас буквально за три минуты поиска. И не засоряйте свои мозги негативом. Поделитесь этим видео с друзьями, чтобы как можно больше людей увидело, что в Америке нету и львиной доли того бреда, в котором вас пытаются убедить СМИ и некоторые блогеры. А если что-то такое и есть, то оно даже близко не является таким массовым, каким его хотят подать. Спасибо, что смотрели это видео до конца. До новых встреч. Пока-пока.